Скажите, не подойдется вам, что существует такая политика двойных стандартов? У США есть семиротное покарание, а у Евросоюз, естественно, Беларусь, как бы семиротное покарание отменили. И воволь Евросоюз супрацовничает с США, как бы США так само отменили семиротное покарание. Рубские политики, в чате мне, себе сделали такие. Во-первых, в шматрике политики так само выступают с супра-семиротного покарания и у США. Мы хотим, чтобы оно было отменивано у сюда, но по-другому, это не имеет значения, даже на Беларусь. Но это понятно, что Европа хочет, чтобы в каждой европейской стране этот друг покараниям. Не могу у вас не спытаться про падеи в Украине. Как на сегодняшний день в Чехии вспоминают эту ситуацию? Это война, это антитеррористическая операция, это взмагание людей за свой суверенитет. Пробейте, яли. Пробейте, калиласка, але калле оккупованная частка соседней краины и калле в ее воюемость люди. Это по всех значениях, именно войны. По-другому, все касинские дефиниции. Але, восьмая, минавито, як Чехии сами устремают. Тому, что нам у Беларуси здается, что довольно неоднозначно усклалось ображение, что Чехия не допомагает Украине над ворот, учимся разумея Путина и подтримливая его политику. По возле доследованию большая частка насельництва подтримливая Украину в этом пытании, але яснуе меньшость, и, на жаль, это мощная меньшость, якая включая навык вельми уплывовых людей, якая, на жаль, подтримливая Россию, это правда. Вы выступали за то, как краины Евросоюза допомагали Украине зброей. Як вы в уголе личите, як може ситуация в Украине вырешиться? Одна страна вызброена найновейшими. Один бок, узброен найлепшими русскими сродками, кальяны поставляются свободно при змяжу, а у другого боку все вельми состарелое Украины, то это вельми логично. Что треба гэта боку подтримать сучасные зброи. И по другим пытаниях я хотела бы сказать, что решение конфликту могло быть, коль б Россия отмывалась от своих претензий, але гэта не здараться, и в ближайший час я, на жаль, не бачу решение гэта конфликту. Я думаю, что он будет протягиваться еще долго и долго. Зразумела, исцнують разные погляды на гэта пытания, але по моим меркованиям треба допомагать тому, кто стал их верой, а не тому, кто нападает. А вы только что сустракались с министром замеженных справ в Беларуси. Кали не секрет, про что была размова? Про относи на память Беларусью и Европой, а там яке проблема, и снують эти докладники, кали казать память Беларусью и европейским звязам, потому что Беларусь так сама частка Европы. Не подалось вам, что в умовах конфликта в Украине беларусские влады снова готовы переориентоваться и пачать глядеть в бок к Заходу? Беларусь за все доглядела одночасово и на Запад, и на Усход, и шукала, где будет больше безопасно для ее. И я меркую, что зараз больше безопасно на Западе, на Западе. В 2009 году вы уже были в Беларуси, и тогда передавали запрашения Александру Лукашенко. Это было на период дни президентских выборов. Про сгод у нас снова президентские выборы. За гэтые пять годов Беларусь изменилась, и у лепший бок, может быть, у горший бок, как вам подалось. Мой визит сюда занады короткий, как я зауважу некие великые измены. Але я спадзеюся, что после наступных выборов не полторыця ситуация, кали былы кандидат президент и трапляют у Труму. Пять годов тому так само никто не чекал таких брутальных падеев, такого разгону. Але тем не менее все оказались, скажем так, подмануты. Як вы думаете, что чекает Лукашенко в наступном годе? Так, как и за всю дегетат отбывается такая же перемога. А может быть вы параете, я бы у Чехии, акурат кали у вас была президентская кампания, я бачу, насколько это неординарная была кампания, цикавая. Может быть, вы что-то параете белорусским лидерам оппозиционным? Мне тяжко что-нибудь парать белорусским кандидатам, потому что у нас выборы приходили в вельми отличной ситуации. У нас были свободные выборы, и в ситуации, когда разные кандидаты имеют разную махчимость контактовать с сроками массовой информации и так далее, нельзя пара не будет такая ситуация просто. Это засадный разговор. Без того, есть такая президентская волна спеша диванной представлений. Ну, и опошенные пытания наприконцы, и тут и про Белоруссию, и про Украину. Многие у Белоруссии, вот им ликуют оппозиционеры, лично, что Александр Лукашенко на сегодня это гарант суверенитета у Белоруссии, потому что, если он выйдет, то Россия может разыграть у Белоруссии украинский сценарий. Як влечте, это помылковое меркование, ци саправды, зараз треба пересидеть и снова брать Лукашенко. Мы быхом не дживе си мусели обяснить твоя независлость. Каб отказать на это питание, спачатку треба выяснить, что такое незалежность. Ну, при нам си незалежность от России, скажем так. Ну, а ж ты независли? А вы незалежны? Ну, у нас хотя бы свои гроши есть, свои школы, экономично, может быть, мы и залежны, але и Чехия в полной ступени залежна от России. Мы же бог дихий. Ну, саправды, Чехия не залежить так мощно от одного суседа, як Белоруссия от России. Тут это становится основным питанием. И зразумела, что... Так, калі, існує, шмат країн, ад яких залежить країна в экономичном плане, тады яна менш залежна, ад чым, калі, існує, толькі адна такая країна, ад якой яна залежить. І... І калі бы Беларусь была більш залежна ад Євросоюзу в экономичном плане, гэта було б ліпш. Дзякуй велікі. Дзякуй. Дзякуй. Дзякуй.